с вами техническая среда я ведущий геннадий емельки не так давно у нас был материал посвященный браслетом противоскольжения то есть устройство повышающая проходимость автомобиля судя по многочисленным откликам многие автовладельцы с недоверием относятся к таким браслетом и отдают предпочтение цепям учитывая то что они надежнее лучше устанавливаются проще ну что ж спорить мы не будем мы лучше проведем сравнительный тест в качестве образца мы взяли два комплекта принципе они очень похожи но основное отличие это механизм фиксации цепи на колесе то есть вот самый простой вариант этот замочек где цепь вставляется когда владелец автомобиля начинает натягивать цепь он ее натянул все оставил далее надо немножко проехать и подтянуть опять второй вариант намного интереснее у него есть инерционная катушка вот выдвигается у нас соответственно тросик цепь у нас расслабляется далее мы ее устанавливаем все выдвигаем выравниваем и нажимаем на курок все у нас она натягивается далее надо проехаться цепь у нас само становится то есть она сама как раз катушка подтягивает цепь и не надо выходить останавливаться и чтобы цепь у нас встала на свои места так что сейчас мы приступим практическим занятиям и так приступаем к установке цепи открываем пластиковый ящик убираем инструкцию достаем цепь сначала мы ее так вот разравниваем она немножко запутанная нам надо ее раскрыть здесь есть замок трос он покрыт такой желтой пластиковой оболочкой мы его раскрываем вот выравниваем всего-то на цепь у нас выровнялась и подсовываем под колесо сзади мы это проталкиваем оболочка троса довольно-таки плотный он легко проходит вдоль колеса не цепляется выводим наружу и соединяем мы соединяем желтый крючок с желтой же цепью и постепенно мы начинаем подтаскивать цепь и выравнивать трос сзади красная цепочка как раз натягивает всю эту конструкцию то есть мы ее как можно плотнее стягиваем но это предварительный вариант то есть надо будет потом еще натянуть все вот мы ее одну смонтировали сейчас переходим ко второй все предварительно вот мы цепи поставили остается нам проехать несколько десятков метров так чтобы она сцентрировалась выровнялась и после этого мы ее опять подтянем даже сейчас видно что цепь уже начинает смещаться и ее надо сейчас будет подтянуть итак мы проехали у нас цепь сам установилась но она у нас совсем такая провисшая это непорядок и вот где у нас красный замок цепочка практически у нас натянут уже до упора поэтому мы сейчас что сделаем вот где у нас желтый крючок мы сдвигаем на одну либо на два звена то есть мы укорачиваем вот эту цепочку наружную чтобы красная цепь у нас имела запас там же бывают такие случаи вот в том числе как у ты в нашем сейчас примере то есть цепочка она оказалась чуть длиннее чем надо потому что есть разброс по размеру колес и вот сейчас мы опять натягиваем вот уже другое дело всего-то на цепочка натянулась у нас нет таких провисших участков теперь мы подцепляем вот этот красную ветвь цепи что у нас не болталась она не силовая вот эта часть поэтому здесь ее натягивает и нет смысла натягивается желтая и синие ветви чтобы они не провисали сейчас мы заедем на этих цепях в поле и оценим насколько эффективно они себя покажут на цепях автомобиль чувствовать себя довольно так уверенно колеса практически вот не проскальзывают приступаем к установке второго комплекта цепей открываем сумку здесь немного другая сумочка она покомпактнее поаккуратнее на молниях два кармана что тоже очень удобно цепи между собой не перепутываются вот мы вынимаем одну принципиально отличие этого комплекта от предыдущего это автоматический механизм натяжения вот мы все распутали убеждаемся что у нас никакие звенья между собой не зацеплены маркировка на катушке у нас в данном случае должна направлено быть вовнутрь потому что когда мы ее поставим она нас повернется и будет снаружи просовываем трос под колесо оболочка у нас довольно-таки плотная и легко проходит не зацепляется вот поднимаем наверх и соединяем с ответной частью тут довольно очень простой замок все вытаскиваем цепь наружу разравниваем ее сдвигаем опять же только чтобы этот черный вот этот крючок был нас в верхней части сдвигаем цепь так чтобы у нас как раз черная цепочка находилась симметрично по отношению колесу распускаем катушку смещаем красный фиксатор вправо все зацепляем за ответную часть все вот он соединился опять же выравниваем цепь так чтобы вот этот черная цепь у нас была симметричная относительно у центра чтобы все не было на смещение дальше мы нажимаем на красный фиксатор и задействуем катушку она вас начинает стягивать тросик и одновременно натягивается цель сейчас мы проверим насколько эффективно катушка подтягивает цепь в движении для этого мы проедем несколько десятков метров мы видим что механизм довольно эффективно подтянул цепь мы не видим провисаний то есть механизм работает автомобиль довольно таки уверенно едет по полю довольно таки эффективно работают цепи без каких-либо проскальзываний ну конечно некоторые проскальзывания спровоцированы именно желанием водителя ехать поактивнее а так принципе довольно таки четко они цепляются за грунт и помогают уверенно двигаться сейчас он преодолевает такой участок пересечен здесь кроме снега еще и грязь в принципе цепи довольно таки неплохо цепляют я словил благополучно преодолел довольно сложный участок цепь довольно таки легко монтируется но вот эта цепь которая которая используется простой такой механизм фиксации она конечно менее удобная чем с катушкой то есть надо обязательно подтянуть контролировать и подтягивать но все равно это цепь довольно себя хорошо показала судя по видео которого у нас идет все эти показательные заезды по полю вот цепь она даже не получила никаких либо повреждений мы немножко даже превысили разумный предел побуксовали как видим она довольно таки прилично себя выглядит ни одно звено у нас не выкрашилось так же как и на другой цепи но преимущество второго варианта то что вот у нас есть инновационная катушка и мне она больше нравится то есть мы ее выдвигаем ставим распускаем цепь натягивается то есть можно сразу ехать в грязь в снег и спокойно ехать не переживая за то что она как-то сместиться будет задевать и как говорится может порваться она вполне довольно таки четко фиксируется смещается то есть даже когда вы только поехали раздаются незначительные щелчки вот этой инерционной катушки то есть сразу же автомобиль когда начинает ехать она ее мгновенно подтягивает так что я на стороне вот такого механизма мне очень понравился очень просто и удобен на этом все всем спасибо подписывайтесь на наш канал всем удачи